В феврале прошлого года на базе Центральной городской библиотеки имени Пушкина был создан клуб «Берестейцы». Сегодня в нем порядка 40 человек, не только влюбленных в родной город, но и вносящих свой вклад в сохранение исторического и культурного богатства края. По инициативе клуба «Берестейцы» проходит серия встреч «Брест на распашку». В качестве гостя уже во второй раз выступает известный брестский краевед Иван Чайчиц. Сегодня тема будет его «Некрополе города Бреста». Это как раз тема нас очень интересовала, потому что город наш старый очень. И кладбище старое есть, католическое есть, и городское христианское кладбище, Тришинское и на улице, и кроме этого еще есть кладбище. А это как раз тема, которая его интересует. Мы, наверное, никогда не узнаем имя первого человека, который пришел жить на эти земли. Но с того времени в жизни людей ничего не менялось. Люди рождались и люди умирали. Соответственно, всегда существовали различные погребальные традиции. Это, так скажем, до принятия христианства языческие, капища, безмогильные курганы и прочее. А уже после христианства это появление некрополей различных по всей территории, где люди проживали в Брестской области. О княжеских и дворянских родах, которые проживали на территории Брестской области, сегодня говорят мало. А ведь на нашей земле когда-то жили представители богатейшего рода в Великом княжестве Литовском Радивилы. На Березейской земле похоронены многие всемирно известные личности – немцевичи, мицкевичи. В городе Бресте находится единственное захоронение князей радивилов вне несвежской крипты. Мария Анна из князей радивилов. Немцевичи. Ну как же без них. Мицкевичи. Все знают Адам Мицкевич. Ну и, соответственно, настоящая фамилия Якуба Колоса тоже Мицкевич. И в Кобрине находится памятник, где похоронен брат Адама Мицкевича, он же его и биограф. Пока что только одно городское кладбище представляет историко-культурную ценность – Тришинский некрополь. Его называют музеем под открытым небом. Специалист по краеведению Иван Чайчиц уверен – места упокоения – ценность истории и культуры. Здесь вскрывается множество тайн и древних загадок.